Субтитры делал DimaTorzok Наша встреча после армии была Это была здесь, в клинике Ну и, соответственно, потом она предложила мне поработать Так как до армии я тоже работал И учился, и работал Нужно было тоже и учиться, продолжать и работать И после армии я пришел сюда, и все Я поработал в процедурном кабинете Я поработал в стационаре у нее в качестве ассистента Потом работал с терапевтами, с хирургами, с эндоскопистами То есть позанимался вообще всем Да, но только я, наверное, с дерматологами не работал С офтальмологами, наверное, успел поработать С лужетки Ты когда пришел, у тебя был какой-то багаж умений, навыков? Ну да Был перерыв на годик от всех этих умений А так я в клинике с 2008 года Я в качестве ассистента работал И вот с 2008 года до 2012 я работал плотно Потом я ушел в армию И вот этот год, когда я не занимался ветеринарией вообще никак С 2013 года снова ветеринарий Когда ты начал работать в клинике, у тебя были в голове какие-то страхи? Чем меньше знаешь, тем меньше боишься И все, ну ничего такого никто не рассказывал Единственное, что проблема и опасение с тем, что до этого Это клиники были поменьше, попроще и все остальное И, соответственно, функционал и манипуляции были поменьше, попроще и все остальное Здесь это все более сложное Но здесь было достаточное количество знакомых еще с академией, с общаги И все эти вопросы решались Ты начинал с ассистента на всяких разных отделениях Сейчас ты чем занимаешься? Хирургии На этом пути что для тебя самым сложным было? Самым сложным было определиться Ну вот А ты уверен, что ты определился уже? Уже, наверное, да Может, через годик-другой я по-другому скажу Но сейчас да Я очень долго работал с Жанной Таратыновой в качестве ассистента Я думал уйти сюда, уйти туда, заняться этим, потом вот этим И потом еще вон туда Ну а потом ушел в хирургию, ну и в неврологию и все И закрепился? Да, и остался Ты делаешь ошибки? Да Почему ты продолжаешь работать именно здесь? Это возможности, где я еще не нащупал границы У нас есть достаточное количество возможностей в плане аппаратуры И они постоянно растут И это постоянно приходится что-то новое изучать, знать и так далее и тому подобное Ну, то, что, наверное, то, что нету какой-то границы Потому что если, работая в каком-то маленьком учреждении, тебя ставят на границу, что ты там на губе котов кастрируешь и ничем больше ты не занимаешься То это быстро надоедает А если у тебя постоянно что-то новое и постоянно что-то приходится еще, 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 это интересней Назови три самых важных, на твой взгляд, отличия клиники от других Так одно здесь отличие, на самом деле, это, ну, это врачи Подавляющее большинство людей, это люди заинтересованные в своей профессии и в развитии Будь то, там, терапевты, пульмонологи, это все-все, эндоскописты, хирурги, неврологи, онкологи Они энтузиасты Ну, то есть, они могут заниматься своим делом, вне зависимости от дня, ночи, рабочие, нерабочие и все остальное И вот это, да, это отличие Есть ребята, которые хотели бы с нами работать, но у них в голове есть всякие разные страхи Можно дать какие-то рекомендации, что же такого особенного надо сделать, чтобы работать в клинике Сотникова? Прийти и работать Просто открыть дверь и прийти Ну, мы разговаривали на эту тему очень много в ординаторской, что это или ты вливаешься в этот коллектив, и ты потом из него не вылазишь, или ты не вливаешься, и все Поэтому ты приходишь, пробуешь, или ты работаешь, или ты не работаешь Не потому что здесь плохо, сложно, нужно много там чего знать или еще чего-то подобного Нет, потому что здесь такая специфика коллектива Что или ты такой же энтузиаст, как все остальные, или нет И тебе будет очень сложно работать, потому что, ну, не поймешь, почему человек, который в 3 часа ночи уходит со смены, в 5 утра мониторит своего пациента Непонятно Для кого-то Но это же на энтузиазме и на интересе, по большому счету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok